11 лет в колонии строгого режима получил за коррупцию бывший глава Коми Вячеслав Гайзер. Такое решение вынес сегодня суд. Также ему назначен штраф 160 миллионов рублей. Обвинения в создании организованного преступного сообщества при этом были сняты. Отмечу, что 4 года Гайзер уже провел в предварительном заключении. Не было никакой ОПГ. Экс-глава республики Коми Вячеслав Гайзер получил 11 лет в колонии строгого режима и штраф 160 миллионов рублей. Приговор вынес за москворецкий суд Москвы. Гайзеры признали виновным в мошенничестве и коррупции в особо крупном размере. При этом обвинения в создании ОПГ были сняты. Прокурор требовал для экс-губернатора 21 год колонии штраф 500 миллионов рублей. Однако и Гайзеру, и остальным 12 подсудимым. Приговоры серьезно смягчили. Сроки варьируются от 5 лет условно до 9 лет колонии строгого режима. А сам Гайзер, похоже, воспринял приговор с оптимизмом. Из всех фигуранта, получивших реальные сроки, он единственный вышел к журналистам с широкой улыбкой. Как воспринимать такое решение суда, мнение президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виногратова. Дело Гайзера задумывалось как образцово показательное, подчеркнутая порка, свидетельство на введение порядка. Но таковым, по сути, не оказалось. Дело, во многом, по сути, развалилось. Самое загадочное – это то, что сняты все обвинения в создание организованного преступного сообщества. В 2015 году Следственный комитет, используя статью, введенную когда-то для реальных ОПГ, попытался опубликовать ставки и заявить о раскрытии в коме организованного преступного сообщества. Собственно, и это было главным информационным поводом. В 2019 году оказалось, и суд признал, что никакого ОПГ не существует. Трудно говорить о победе, когда человек получает 11 лет. Но, конечно, когда выносится приговор и снимается главная статья обвинения, это то же самое, что Голунову сегодня снять обвинение в наркотиках, но при этом дать ему реальный срок за переход дороги в неположенном месте. Михаил Виноградов, несмотря на относительный успех, адвокаты Гайзера и прочих подсудимых будут по приговору обжаловать. Экс-главу Республики Коми арестовали в 2015-м. Вместе с Гайзером были задержаны два десятка человек. При обысках у них изъяли 60 килограммов ювелирных изделий, 150 часов стоимости от 30 тысяч до 1 миллиона долларов, а полсотни печати и штампов, а также документы о легализации похищенных активов через офшоры. Ущерб от деятельности чиновников следствие оценивало более чем в 3,5 миллиарда рублей. Продолжение следует... Продолжение следует...